Это, пожалуй, первый гость и зритель весеннего балагана. В молодежном центре «Импульс» пятый день Масленичной недели отмечается особой интерактивной программой, которая включает в себя много познавательных элементов, ведь этот праздник – яркая страница обрядовой истории России, ее народных традиций. Ну а интерактивная – это значит очень активная. А что может быть активнее боя на подушках? Это старая Масленичная забава, хотя и сегодня она выглядит очень современно. Из глубины веков к нам пришли другие ярмарочные игры – бег в мешках, крепкие цепи и, конечно же, перетягивание каната. Тут все равны, и дух праздника «Разгуляй» не чужд современным детям. Скоморохи – сказочные герои – кружатся в ярком водовороте народных забав и театрального действа. Петрушки, само собой, скоморохи – это наше русское родное. И сейчас Масленичная, конечно, вот разгул этого всего. Я сейчас прям с театральной студии бегу, они говорят, а нам мы идем на Масленицу. Не удержаться в такой день от Масленичных гуляний. Многое узнаешь и поймешь. Ура! Масленица! Сегодня Масленица пришла в образовательное учреждение. Необычно это смотрится в современной архитектуре у корпусов третьей школы. Но уж очень танцы зажигательные, да и блины вкусные. Разные угощения надо распробовать. На то она и Масленица. А в 27-й школе – настоящее столпотворение. Даже не ждали столько гостей. Мы просто анонсировали это событие в гулянии Масленичных в социальных сетях. И ждали, кто придет. Ну, пригласили наших деток первой классы, если были желающие. А как мы видим, желающих было очень много. Масленицы все возрасты покорны, и особенно дети. Они за руки привели родителей на свой школьный праздник. И те тоже не пожалели. Все приходят с детьми, как правило. Мы тоже пришли со своим малышем. И очень даже весело, хорошо. Одно дело учебный процесс, другое дело, когда дети собираются, играют вместе, объединяются, выселятся. Зима еще напоминает о себе. Но с таким напором юной Масленицы осталось ей недолго. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, Александр Соломкин, Первый Мытищинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова